Пресс-конференция главы государства началась с небольшой задержкой. Уже через 12 минут, зайдя в зал, Владимир Путин предложил без вступлений сразу перейти к делу. Первый вопрос поступил от информагентства Интерфакс. У президента поинтересовались, как пандемия повлияла на мировую и российскую экономику. По словам Путина, наша страна достойно вышла из ситуации и смогла нарастить показатели по целому ряду направлений. Сократился внешний долг, снизилась безработица, растет фонд национального благосостояния. Ну, кстати говоря, и результат-то неплохой. Результат-то. Я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Но это же результат. Президент назвал основные драйверы роста страны. Это подъем к 2024 уровню демографии, развития инфраструктуры и социальных программ. У главы государства поинтересовались и бюджетом страны, который Владимир Путин назвал социально ориентированным. Увеличиваются расходы на здравоохранение, поддержку молодых семей, малого бизнеса. Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест. Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами. Они уязвимы, особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Путин дал и оценку региональным властям, которые работают в условиях пандемии, вводя ограничительное мероприятие, которое в первую очередь касается малого бизнеса. Так, в Амурской области за два пандемийных года в регионе было предоставлено 7,2 миллиарда рублей кредитных средств по льготным ставкам. В качестве антикризисных субсидий с федерального и областного бюджетов предприниматели из пострадавших отраслей получили свыше 860 миллионов рублей. В текущем году в регионе не только сохранился уровень занятости населения на предприятиях малого и среднего бизнеса, но и даже увеличился почти на 2000 человек. В этом секторе сегодня занято свыше 108 тысяч амурчан. В целом, руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственны, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. На вопрос, поступивший от журналистки из Великого Новгорода, где президент хотел бы жить помимо Москвы и Петербурга, точного ответа Владимир Путин так и не дал. Глава государства отметил, делить страну на хорошие и плохие регионы нельзя. Когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге. Но у нас города и малые, и большие развиваются, развиваются достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим. Путина спросили о пользе вакцинации. Нужно ли вводить уголовную ответственность для тех, кто отказывается обезопасить себя, как это есть уже в некоторых странах мира. На сегодняшний день, отметил президент, количество вакцинированных составляет 59,4%, а нужно не менее 80%. Амурская область в этом плане приближается к этой цифре. А в нашем регионе процент вакцинированных перевалил за 67%. Кстати, на пресс-конференции просили журналистов менять маски каждые два часа. И наши представители СМИ, и иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас о чем говорят. Вот переболевшие люди снова заболевают. Заболевают сколько? 1%. 1% только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? 3-4 всего. А на койках, в палатах реанимации, в больницах, те, кто вакцинировался. Там не знаю, сколько раз меньше находятся по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Но это цифры, объективные цифры. Нужно просто их доводить до людей, разъяснять. Дальневосточным журналистам удалось задать вопрос через 3,5 часа. А тема растущая стоимость жилья, квадратный метр в Приморье, да и во всем макрорегионе, по цене приближается к московскому показателю. Это провоцирует отток населения. Как исправить ситуацию, прозвучал вопрос из Владивостока. Нужно повышать уровень жизни в целом, отметил президент. И над этим правительство готово работать. Для развития территории делается многое. Сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Вот недалеко от Владивостока развивается, как вам хорошо известно, завод «Звезда». Но такого крупного судостроения не было даже в Советском Союзе. Вот так нужно действовать по всем другим направлениям на Дальнем Востоке. Включая, скажем, дальнейшее укрепление и создание города Циолковский и нового космодрома для гражданских целей. Одна из тем волнующих при Амуре – переселение из аварийного жилья. В регионе программа реализуется досрочно, но расселить предстоит еще большой объем. Финансирование этого направления будет продолжено, заявил президент. Говорил Путин и о сотрудничестве с нашим ближайшим соседом Китаем, мусорной реформе, угрозах извне, ситуации на Украине и ряда других. Большая пресс-конференция главы государства продлилась более четырех часов.